МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИТ ПЕДЁРКА В нашей уникальнейшей телевикторине для школьников, которую организует и поддерживает телерадиокомпания Гомель и Гомельский областной исполнительный комитет, настало время младшей серии. Вот вглядитесь в эти юные-юные-юные лица, это семи-восьмиклассники, вот пора, пора, пора. Лето, каникулы, пора играть с младшими. Итак, внимание, слева от меня, в нашей первой показательной игре, чтобы все остальные разобрались, как у нас играть, и привыкли немножко в студии, и даже в нашей первой показательной, товарищеской игре, слева, в синих шарфах, команда Ксении Дедик. Назовем ее Лось в кукурузе. Они именно под этим названием играют в наших спортивных что-где-гогда. Справа от меня, в красных шарфах, команда Родиона Полевого Тигры, в линейку, вот такие красивые. Все это воспитанники клуба интеллектуальных игр Белая Рысь, дворца творчества детей и молодежи областного. Ну, учатся они в разных, как говорится сейчас, ГУО, в разных школах, в разных гимназиях, но вот на наши игры собираются в таком составе. Дальше, я думаю, практически каждый из них будет играть за свою школу, сделает свою команду, и у нас будет множество детских команд в нашей детской серии. Все рассказал, пора играть. Итак, внимание, блеф игра наша первая. Да, нет, выжил кнопку, сказал да, получил пять очков, выжил кнопку, сказал да, не получил пять очков. Ксения, кто готов у вас показать интуицию? Готова Настя. Настя готова, хорошо. А у Родиона? А у нас это Анна. Настя против Анны, вперед! Настя, Настя, Анна, внимательно меня слушайте, потому что я могу говорить абсолютно правильную информацию, а могу немножко так завираться. Итак, внимание, верите ли вы, что? Американцы называют наше бабье лето индейским. Ну, да или нет? Да. Да, конечно! Чуть только осенью тепло, американцы говорят индейское лето. Играем. Верите ли вы, что синее море относится к Индийскому океану? Ну, а что это долго думать-то? Прошу. Нет. Нет и нет такого моря вообще нигде. Вы правы, пятачком заработали. Играем. Верите ли вы, что лошадиная сила равняется 736 ватт? Ну, думают. Нет. Да, вот теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что пушкинская белка грызла свои золотые орешки под тубом? Ну, Настя? Нет. Это не безделка. Ель в саду под елью белка. Вы правы, белка песенки поет и орешки все грызут. А студия аплодирует. Верите ли вы, что у индийцев назвать женщину коровой это комплимент? Ну? Верно. Да, у них священная корова. Она прошла, как корова. Это суперкомплимент. Итак, после блеф-игры 10-10. Абсолютно равная игра. Ну что ж. Дуэль-игра. Вперед. Итак, внимание. Наша дуэль-игра. 5 тем, 5 боев. Сейчас я их, как говорят наши комментаторы, озвучу. А вы решите за 5 секунд, кто какую тему на себя сможет взять. Итак, внимание. У нас такая урочная тема. Ну, учебный год позади. Но все-таки вспомним об уроках. Урок географии. Это первый бой. Урок биологии. Бой второй. Урок истории. Бой третий. Урок физики. Бой четвертый. И мировая литература у нас будет пятым боем. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто на себя что может взять. Кто что знает. Играем. Очень быстро. Очень быстро команды решили. Итак, внимание. Начнем. Урок географии. Кто у вас так с указочкой по глобусу? Специалист. Это у нас Даша. Это у нас Даша. А у Родиона? А у нас Алексей. Итак, Даша против Алексея. Вперед! Итак, внимание. Начнем. Туннель под проливом Ла-Манш соединяет Францию и... Алексей? Англию. Отличный ответ. Браво. Это самая верхняя и наименее плотная из всех земных оболочек. Стратосфера. Нет, стратосфера – это одна из частей этой оболочки. Алексей? Атмосфера. Это правильный ответ. Внимание. Подзолистая, глинистая, песчаная, чернозем – все это... Алексей? Почвы. Это почвы. Отлично. В мире всего 26 городов, которые называются Мегасити. Население каждого из Мегасити должно превышать столько миллионов человек. Пять миллионов человек. Это немножко неточный ответ. У Даши есть шанс? Два миллиона. На самом деле, 10 миллионов. Это Мегасити. А два миллиона – это наш Минск. Вот и все. Какое у него Мегасити. Уютный, маленький городишко. И заканчиваем. Страны в окрестностях Персидского залива – лидеры по добыче этого полезного ископаемого. Какое же полезное ископаемое? Да, Леша? Наверное, нефть. Ай, не, наверное, а точно нефть. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ай очень хорошо двинул свою команду вперед. 30-10 в пользу красных. Мы играем в следующий войн. Итак, Ксения, дядя, капитан синих урок биологии. Кто готов? У нас биолог – это Таня. Биолог Таня. Кто будущий врач у Родиона? А у нас это Даша. Таня против Даши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, биологи. Итак, биологи, внимание. Этот раздел биологии изучает растительные организмы. Да. Ботаника. Ботаника, да. Те, кто много знает, тоже называют ботаники. Играем. Тело птиц, ну, скажем так, разделяется на голову, шею, туловище и... Да. Хвост. Хвост-то правильный ответ. Таня, Таня нашла хвост. Так называется жидкое содержимое клетки. Ну? Цитоплазма. Это правильный ответ, да. Морковь – это однолетник или многолетник? Однолетник. Это неправильный ответ. Да. Многолетник. На самом деле, двулетник. Поймал я вас немножко. Играем. Обезьяны относятся к отряду приматов. А к какому отряду относится человек? Тоже приматов. Тоже приматов? Браво! Подумал, человеке ответил. Великолепно. 15-45, красные впереди. Следующий бой. Пришла пора третьего урока нашего, урок истории в нашей студии. Ксения, кто специалист у вас по древним фолиантам и так далее? Это Адриана. Адриана. Вот такая маленькая, такая же умная. А кто у вас, Родион? А у нас это Елена. Итак, Адриана против Елены. Вперед! Итак, урок истории. Эта война между Англией и Францией стала крупнейшей в позднем Средневековье. Самая длинная, да? Столетняя война. Столетняя война. Отлично. Играем. С 1309 по 1377 год их резиденцией был не Рим, а Авеньон. Да. Римских пап. Да, папы римские. Было такое Авеньонское принятие, вы правы ли нам. Адриана, смелее, не бойтесь. В 17 веке зерно, пенька и лен в Беларуси были предметом импорта или экспорта? Да. Импорта. Кто же будет ввозить зерно и лен в Беларусь? А, Адриана? Экспорта. Экспорта, конечно. Эта болезнь, называемая черной смертью, сократила население Европы в 14 веке на треть. Да. Чума. Чума, вы правы. И заканчиваем. Именно они составляли сословия военных в Древней Японии. Да. Самурай. Блестящая игра, аплодируем Ленин. 65-20, это уже отрыв. Елена блестяще сыграла. Следующий бой. Чисто девичья команда у нас, а вот сейчас такой предмет мужской. Урок физики. Ксения, кто готов? Готова, Настя. Прекрасно. Ну, Настя, говорят, даже радиоконструированием у нас занимается, так что вполне может. Ордеон, у вас? А у нас это Анна. Итак, Настя против Анны. Вперед! Поехали. Этот древний грек изобрел винт, рычаг, блок и заложил основы гидростатики. Архимед. Браво, Настя. В 8 минут и 19 секунд свет идет от солнца до... А сейчас вот прошли с тела в зале до земли, и я ни у кого принять ответ не могу. Держите, держите язычки за зубами. А особенно красная команда. Я за вами. Большой брат смотрит на тебя, Родион. Играем. Сила тяжести, действующая на тело, прямо пропорционально его... Чему? Да. Весу. А точнее? Весу тела. Понятно, у вас есть шанс. Я не спрашиваю, что у вас по физике, все. Массе. Массе. Да, конечно, после моего ответа можно говорить. Массе, конечно. Играем. Эта сила препятствует санкам, едущим с горки, уехать слишком далеко. Прошу. Всего трения. Отличный ответ. Играем. Поднимая уровень воды в реке с помощью плотины. Мы увеличиваем какую энергию ее? Потенциальную или кинетическую? Тишина в зале. Три, две, одна. Ребят, тут два варианта было. Нажал, ответил. На самом деле потенциальная энергия. В потенции у нее энергия. Счет у нас после четвертого боя 70-25. Играем последний бой дуэлигры. Пятый бой у нас мировая литература. Как я понимаю, капитаны приберегли ее на закусочку для себя. Самое вкусненькое оставили капитаны. Это называется злоупотребление в служебном положении. Ими карается. Итак, Ксения против Родиона. Капитанская игра. Вперед! Играем. Они рассказали нам про Белоснежку и Рапунцель. Опа! Родион. Диснеевцы. Диснеевцы? Да ничего подобного. Причем же тут литература. Ксения, может, вы знаете этих сказочников? Братья Гримм. Братья Гримм, конечно. Его лучшим другом был Геккельбери Финн. Да. Том Сойер. Том Сойер, отлично. Гоголь описал множество удивительнейших событий. В том числе попытку черта украсть его. Да. Месяц. Месяц было такое в вечерах на худрых бриз деканки. Эту книгу Толкина издатели разделили на три части. Да. Василийн колец. Да, сам Толкин был против. Играем. И заканчиваем. Этого рыцаря сопровождал оруженосец Санчо. Да. Дон Кихот. Отлично отыграл Родион. 30-90. Вот это отрыв. Ну, посмотрим, что у нас случится на тест-игре. Мы играем в тест-игру. Наша ускоренная централизованная тестирование. Наша тест-игра. Наша игра с вариантами. Тема ее сегодня весна. Ксения, кого отправляете в бой? Таню. Татьяна, готовьтесь. А Родион, а вы? А я Елену исправляю. Хорошо. Итак, Татьяна против Елены. Вперед! Давай! Елен! 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 Итак, внимание. Напоминаю, что нужно выжать кнопку и дать правильный вариант ответа. 10 очков. Правильный ответ стоит. Играем. Старинная народная традиция весной выпускать. А. Птичку из клетки. Б. Мышку из норки. И. С. Преступников из тюрьмы. Да, правильный ответ. Птичка из клетки. Это правильный ответ. Да, есть такая традиция. Композиция во временах года Чайковского, посвященная апрелю, называется. А. Песня жаворонка. Б. Подснежник. И. С. Первая гроза. Прошу. Песня жаворонка. Песня жаворонка. Это позже. Татьяна. Первая гроза. Первая гроза. Это в мае. Люблю грозу в начале мая. Подснежник. И расцвел подснежник в апреле. Играем. 12 апреля празднуется. А. День радио. Б. День печати. И. С. День космонавтики. Да. День космонавтики. Браво, Елена. Иудейский праздник Песах. Исход. Отмечали, начиная с 14-го числа весеннего месяца. А. Хонды. Б. Ниссана. С. Тойоты. Да. Ниссана. Ниссана, вы правы. Очень похоже на название японской фирмы, но означает совершенно другое. 14-го числа месяца Ниссана. Это Песах. Еврейский. Играем. У японской вишни, сакуры, листья весной. А. Красные. Б. Желтые. С. Зеленые. Лена. Полукрасные. Красные, вы правы, да. Неплохо отыграли девушки. Принесли каждые по 20 очков своей команде. Поэтому счет 50-100-10. Игра стабилизируется. И у нас любимая наша слайд-игра. Вперед. Слайд-игра. Обыкновенная азбука. Буковка на экране, картинка на экране. Смотришь, называешь, получаешь 15 очков. Все очень просто. Ксения, кого отправляете на слайд-игра? Пойду сама. Сама. Ого. Хорошо. Родион. А у нас картинки любит Даша. Картинки любит Даша. Ну что ж, вперед, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Начну я с Даши, как представительницы выигрывающей команды. Как говорится, в другой игре внимание на экран. Итак, тишина. Тишина в зале. Прошу. Тишина. Три, две. Одна, Ксения, может, вы ответите? Нет. А между тем, это император Октавиан Август и, собственно, пейзаж летний августовский. Август это все. А могли бы, могли бы, Даша, заработать 15 очков. Слайд для Ксении. Прошу, Ксения. Базар. Базар, конечно же. Ксения, Славянский базар и Восточный базар. 15 очков Ксения только что заработала. Играем мы с Дарьей. Даша, прошу. Вавилонские сады. Вавилонские сады. Вы не правы, Ксения, может, вы ответите? Вавилон. Вавилон. Да нет, это Вавилонская башня. Знаменитая могла бы, Ксения, сейчас 10 очков взять, но, увы, увы, увы. Ксения, играем с вами. Прошу. Газон. Газон, конечно же. 15 очков. Великолепно. Дарья, ваш слайд. Дайвинг. Дайвинг, прекрасно, подводное плавание. Вот и вам повезло. Прошу вас, Ксения, стрелочки показаны. Евразия. Евразия, великолепный ответ. Дарья. Это Жанна Дарк. Это Жанна Дарк, конечно же. Вот как сразу игра-то пошла. И вот спинку выгибает, хвостиком виляет, глазки закрывает, днем на солнышке лежит, ночью мышек сторожит. Что это? Загадка. Это загадка, браво. Даша. Тишина. Тишина. Три. Две. Одна. Ксения, прошу. Это Идол. Идол или Стукан, я уже принял. Идол. Степной и Идол на острове Пасхи. 10 очков на подборе, Ксения, заработала. И сейчас я очень надеюсь, она поставит точку. Кальмар. Прекрасно. Вы узнали по щупальцам, либо по салатику. По щупальцам. По щупальцам. Салатик не очень. И так великолепно отыграла Ксения. Ксения блестяще. Просто 135-140 вывела команду в самую близкую дистанцию соперника. Великолепно. Ну что ж, последняя наша риск-игра. Вперед. Ксения блестяще. Ксения блестяще. Ксения блестяще. В этой игре у нас правильный ответ приносит 20 очков. Неправильный минусует 20 очков со счета команды. Так что рискуйте, но осторожно. Итак, риск-игра. Начнем. География. Это состояние нижней части атмосферы в данном месте, в данный момент. Как это называется? Нижняя часть атмосферы в данном месте. Очень любим мы про нее поговорить. Это погода. Счет прежний. Играем. Биология. Именем этой римской богини можно назвать абсолютно весь растительный мир. Тишина. Тишина в зале. Да. Флора. Браво! И команда синих выходит вперед. 155-140. Играем. История. В 15 веке произошло объединение Кастилии и Арагона. И на пиренеях появилась эта страна. Тишина. Тишина. Да. Испания. Великолепный ответ. 175-140 и уже Родион Полевой в непривычнейшей для него роли догоняющего. Играем. Два вопроса осталось. Физика. В устройстве этого прибора, который каждый из вас держал в определенном месте, используется свойство расширения жидкостей при нагревании. Что за прибор такой? Градусник. Играем. Великолепный ответ. Великолепно. И последний. Мировая литература. Победу над ним одержал Илья Муромец, торопясь поспеть к обеденке. Да, в стольный Киевград. Да. Соловья-разбойник. Родион, вы отвечаете на последний вопрос, но вы сейчас в роли Соловья-разбойника, а Даша в роли Ильи Муромца. 195-160. АПЛОДИСМЕНТЫ Сенсационная по велосипедии. И так только что закончилась наша показательная игра младшей серии. Воспитанники клуба интеллектуальных игр «Белая рысь», Дворца творчества детей и молодежи, показали свою эрудицию. По-моему, блестящую игру показали. Особенно Ксения и Даша. Ну и Родион не подкачал. Чуть-чуть ему не хватило. Великолепную игру показали. Вот это пример для тех, кто будет играть в нашей серии дальше. Ну, игра, скажем так, благотворительная. Они потом съедят тортик, который подарит команда «Лось в кукурузе» тиграм, а тигры тортик подарят команде соперника. Это они сами разберутся. Ну, а вам, дорогие зрители, те, кто по ту сторону экрана от меня, единственное, что я могу сказать, ищите нас в программе, включайте нас, смотрите нас, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин